Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. 12 человек погибших, 45 с травмами. Такова неутешительная статистика ГИБДД по аварийности на дорогах республики за прошедшую неделю. Будет вода, будет и урожай. В Министерстве сельского хозяйства намерены увеличить пассивные площади в следующем году. От проекта до реальности. Развитие застроенных территорий. Круглый стол на эту тему состоялся в Махачкале. Четыре золотых медали и триумф Садулаева. В Москве завершился второй турнир Борцовской лиги Ивана Поддубного. Автоавария в Бабаюртовском районе унесла жизни двух братьев. Накануне вечером на автодороге Астрахань-Махачкала легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Причиной аварии послужило несоблюдение водителями на марке боковой дистанции. Оба брата, находившиеся в автомобиле, скончались на месте. Еще один пассажир, 27-летний житель Акушинского района, был госпитализирован. Статистика ДТП за прошедшую неделю неутешительная. 12 человек погибли и 45 получили травмы на дорогах Дагестана. Всего зарегистрировано 30 ДТП, в том числе с участием детей и подростков. И, как нередко бывает, большинство столкновений произошло при выезде на встречную полосу. В Гиргебельском районе реконструируют дорогу, ведущую к туристическим объектам. Речь идет об отрезке пути Грозный, Ботлях, Хунзах, Араканская площадка. Плохое состояние дороги нередко создавало неблагоприятные условия для движения автотранспорта и приводили к высокой аварийности. Реконструкция участка позволит увеличить ее пропускную способность и повысит безопасность передвижения. На сегодняшний день на объекте завершены все земляные работы, установлены искусственные сооружения, построен один мост и проведены 9 водопропускных труб. Завершаются также работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия до села Чалда. Ежедневно на объекте задействовано более 20 единиц дорожно-строительной спецтехники. Сдача объекта предусмотрена на конец октября 2023 года, однако работы идут со значительным опережением сроков и дорожники планируют завершить реконструкцию до конца текущего года. К другим темам. Готовность специализированных подразделений МЧС к экстренным ситуациям проверили накануне. Так, на полигоне в Сергоколинском районе был развернут лагерь аэромобильной группировки с численностью более 100 человек. Их задача – за короткое время организовать слаженную работу по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Будем устраивать лагерь, отравить навыки разворачивания стационарного лагеря и будем отрабатывать занятия по тушению лесного пожара совместно с комитетом по лесному хозяйству. В руководством ведомства были проверены внешний вид и экипировка личного состава, исправность техники и наличие необходимых средств для пребывания в зоне ЧАЭС. Подводя итоги, были отмечены как положительные, так и отрицательные моменты, которые необходимо доработать. Развитие застроенных территорий. Круглый стол на эту тему состоялся в Махачкале. Мероприятие прошло в рамках проведения профессионального образовательного воркшопа по преобразованию исторического центра столицы с участием мэра города Салмана Дадаева. Участники воркшопа отметили, что Махачкала – динамично развивающийся город, однако необходимы новые подходы и новые специалисты для изменения внешнего облика в лучшую сторону. Просформация территории, тросформация сознания. Для изменения качества жизни Махачкалинска. К Махачкалинсам на это есть запросы. Давно и администрация Махачкалы порядком задолжала Махачкалинска. Поэтому мы начали эти долги возвращать. И вот эта история как раз таки, то, что мы возвращаем, тот, который мы возвращаем махачкалинсам, возвращая им их любимую Махачкалину. Нашему Махачку, потому что мы же все помним ту замечательную зеленую с белыми балясинными Махачкалинска. К слову, в ходе воркшопа по преобразованию исторического центра столицы была проведена презентация четырех новых проектов по преобразованию столицы республики. Четыре команды из разных регионов России работали над концепциями развития пляжа, улиц старого города, привокзальной площади и трех исторических зданий. Проекты, которые получат наибольшее одобрение от горожан, вскоре начнут воплощать в реальность. Одним из основных тезисов, которые я сюда закладывал, это было, чтобы люди пришли, абсолютно все, пришли многие заместители министра, пришли руководители. И не в зависимости от своих должностей и статуса, они пришли сегодня поучаствовать как горожане. Они сегодня увидели, что хотят жители, пришли жители, которые высказывали свое мнение на этот счет. И просто в завтрашний день, когда мы расходимся на свои рабочие места, мы понимаем, что находясь на своем рабочем месте, мы сможем реализовать или посреди реализации таких проектов. Сегодня у нас уже не впервые, но такого масштаба первое обсуждение, когда представители муниципалитета, администрации выходят с жителями на одну площадку, разговаривают на одном языке, находят понимание в этом. В последующем наши концепции будут опубликованы на сайте, мы будем ждать обратную связь от жителей, мы будем это собирать. То есть для дальнейшей реализации этих проектов нам нужно будет обязательно разработка качественного проектно-смертной документации. В эфире Первого канала вышел сюжет о дагестанском депутате, который отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Абдулла Магомедов является членом партии «Единая Россия» и депутатом Народного собрания республики. Сейчас отец четверых детей проходит подготовку на территории Чечни. В Министерстве сельского хозяйства намерены увеличить пассивные площади в следующем году. Для этого будут проводить масштабные работы по ремонту миллиардативных систем для качественного и своевременного обеспечения агрария водой. При этом в Дагестане будет сохранен один из самых низких тарифов за потребление воды на полив. Так, по сравнению с соседним Ставропольским краем, он ниже в семь раз. Все эти вопросы были обсуждены на совещании по развитию агропромышленного комплекса республики с участием главы ведомства. Мероприятие прошло в Кизлярском районе во время рабочего визита министра в муниципалитет. Просто здесь Салкин Магомедович тоже говорит, что вода есть, давайте правильно его использовать. Мы же этим вопросом занимаемся, как раз это строительство новых этих человеков. Здесь 7-8 проекта, и это ваша уже, ключевые эти проекты. Здесь мы как раз приехали, чтобы разобраться, сколько вы гитар хотите на следующий год реально посеять, и чтобы завтра с водой этих проблем, вот этих непонятных ситуаций. К сожалению, мы же уважением друг к другу не относимся, лишь бы мне сегодня эта вода была, а остальные как-нибудь потерпят. И о спорте. Четыре золотые медали плюс триумф Садулаева. В Москве завершился второй турнир борцовской лиги Ивана Поддубного. Итоги соревнований подвел наш спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Этого дня любители борьбы ждали с особым трепетом. На ковре обдул Рашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион не выступал 10 месяцев, и в московском цирке на Вернацкого. Вокруг него настоящий ажиотаж. Своих болельщиков лучший вольник планеты не подвел. В схватке с Александром Гуштыном изначально было мало интриги. Но после большого перерыва танк свою форму оценил лишь на 30%. Кормил сюда, как и что, легко. У меня был довольно-таки такой долгий, простой. Почти год я не выходил на московский ковер. Сейчас первая схватка. Ну, конечно, было тяжело. Но по странным местам схватки, которые я делал раньше. И вот такой маленький совет хочу дать. Здесь, в общем, спортсмена, чтобы не пропускали долгий. Долгий, простой не был спорт. И очень интересный формат. Сегодня, к сожалению, наши спортсмены не упускают на международные соревнования. Но хотя бы есть такая небольшая альтернатива. Конечно, чемпионат мира и Европы это не заменит. Но спасибо организаторам. Встреча с Адулаевой и Гуштыном возглавляла второй турнир Лиги Поддубного. Соревнования разбили на два дня. Рейтинговые поединки и финалы проходили в новом для борьбы формате. Прямой эфир на федеральном канале, выход под музыку, свет и другие элементы шоу. Так, в условиях санкции для спортсменов открывают альтернативные турниры с приглашением атлетов из стран СНГ. В Москве дагестанские вольники выиграли еще четыре золотые медали. В весе до 65 килограммов статус первого номера страны подтвердил Ибрагим Ибрагимов. Действующий чемпион России из Каспийска одержал три досрочные победы, не отдав соперникам ни одного балла. Без ошибок турнирный путь прошел и Даурен Куруглеев. Чемпион Европы удачно дебютировал в новом для себя весе до 92 килограммов. В финале Куруглеев был сильнее борца из Алании Алана Багаева. Ребята так крепкие, но чем 86, я думаю, чуть полегче. И может быть за то, что за счет скорости чуть не какие-то, может быть, то, что весом побольше, чем я. А так ребята крепкие, все достойные. То, что весом 92, вот борюсь, смысла не видел гонять 86 килограмм, потому что ни отбора, ничего нет. Это был как бы такой турнир. С этого решил 92 побороться. Пока все турниры, то, что есть, будут 92 бороться. Остальные два золота команде вольников из Дагестана принесли хасавюртовцы Абазгаджи Магомедов и Ахмед Усманов. В рамках турнира Лиги Поддубного на ковер выходили и борцы классики. Милат Алирзаев и Денислан Баматов стали вторыми медалистами, а Анвар Аллахьяров уступил в рейтинговой схватке чемпиона мира из Кыргызстана Жоломану Шаршимбекову. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Москва. В пятничном выпуске новостей телеканала ННТ прошла информация о сотруднике Унцукульского военкомата, который подделывал на повестках подписи призывников для улучшения показателей мобилизации. По время сбора выпуска произошла техническая накладка и в смонтированную версию видеонарезки попали архивные кадры мобилизационной кампании Махачкалинского военкомата с официальными лицами городской мэрии, а также с резервистами и их родственниками. Приносим свои официальные извинения всем, кто случайно попал на видео и тем, кто не имел к данной новости никакого отношения. Со своей стороны дополнительно сообщаем, что видеозапись удалена нами со всех наших сетей и пабликов. А на сегодня это все. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Цен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok